Маат 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 символизировала собой великана, божественный порядок и закон, дарованный вселенной Бог, творцом во имя сотворения мира, согласно которому изменяют друг друга времена года, движутся в небесах звезды и планеты, существуют и взаимодействуют боги и люди. Несмотря на то, что изображения Маат сохранились практически во всех египетских храмах, ее культу были посвящены лишь некоторые маленькие святилища. Священно-насекомая Маат – чела, посвященная богине и ее солнечному отцу материал – воск. В своей двойной форме Маат, то есть богиня Маат, юга и севера, она являлась госпожой зала загробного суда. На суде Осириса в зале двух истин Маат опускала на одну из чаш весов свое перо истины, на другую чашу помещалось сердце покоя. Вот почему из всех внутренних органов сердце оставалось в муне. Если сердце оказывалось в рове или легче пера, это означало, что покойный вел праведную жизнь и удостоился благодатных полей и алу. Если сердце перевешивало, то его сжирала Маат, грешник навеки отправлялся в небытие. Вот так вкратце из Википедии о древнеегипетской богине, богине Маат, богине справедливости, законного миропорядка, которая руководит звездами, временами года, восходами и закатами солнца. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok